Приветствую вас на нашем канале, освещенном любому аптеку своими руками. Данный видеоролик предназначен для людей, которые решили научиться штукатурить, причем штукатурить правильно, большими объемами и быстро. Это в принципе даже для штукатурок возможно интересно. Для начинающих, сразу объясню некоторые моменты. У вас большой объем работы, вот у меня сколько люди работали, у самого были некоторые ошибки в делу неправильно. Вот я их все суммирую и покажу как делать все правильно. Итак, во-первых, когда большой объем работы решаем в больших ледок, не надо мешать вот в таком маленьком видеоролике, или там еще в каком-то там, или руками там замешивать. То есть, во-первых, надо большой объем тара, чтобы много замешать. Миксер хороший, большой, и вот такие вот маленькие, вот представьте, вот таким вот миксером мешает вот это ледовое ледовое. Вы минут 15 будете замешивать вот это ледовое ледовое ледовое. Так, теперь начинаем, теперь второе. Мешайте, чем ближе вот к тому месту, где будете штукатурить, тем лучше. Так как таскать такие ледра, ну, у нас заболит хотя бы. Так, теперь берем, я пользуюсь вот таким, есть еще большие, но ими, честно говоря, когда очень долго штукатуришь, ими тяжеловато. Вот малка, обычная, одноручная, ну, здесь широкие, ну, там, можете в магазинах спросить, ими можно двумя руками, то есть я пользуюсь таким. И шпатель берете, не такой вот, не такой, ну, этим еще можно, конечно, не украдывать. А вот, вот такой вот широкий. Все. Дальше, мажем стену. То есть, это вот третий, наверное, уже такой, как сказать, вот третье такая, ну, как сказать, место, которое увлекательно делает штукатурой. Вот здесь шпатель и начинает мазать. Сейчас вам покажу. Вот так вот. И вот так вот пошли. Раз. Два. Ну, короче, я не мажу, вот так вот мажу, потом заново, а с собой больше и больше. Это все долго. А тем более еще есть вот дат. Дат начинайте. Вот. Да. Еще. Это все эти гнижки. Это уже на конечку можно так делать, конечно. Делать правильно. Да. Еще вариант есть такой вот. Берем. Берем криво так, а потом вот так. Это уже два движения. А самый простой вариант, самый быстрый, это вот так. И вот, в принципе, вот эту, как бы, малкую, как анима, берете. Вот. Все таки пошел. Все накидываем полностью. Ну, у вас уже, соответственно, должны быть наикилы струны. Вот. Вот. У меня тут сгоялись. В среднем 4 метра, 3 см. Вот представьте, сколько вам этих всех лишних первых движений приходится делать, когда вы не знаете. Вот так вот уже, это уже неправильно, но это придется делать иногда вот выше подверг. А сейчас пока вот просто. Вот. До человеческого роста можно вот все так вот накидывать и вышвыкать. Здесь обратно. Видите, шпаньки широкие. Им раз. Вот. Легко здорово. Раз. Легко. Вот квадратный метр. Квадратный метр 200 рублей. Это где-то. Наверное. Минут. Раз. Ну. Полчаса. 400 рублей. Это, конечно, за скелезом, но было бы не уже все. Вот. Вот. Почти. Почти. Ай. Это балка нужна у нас. Таким. Это уже. Остается немного. И начинаешь. Затинать крылья. Скрыть крылья. И опять пошли. Это вот у меня друг кемеровый. Вот этот. Вот он так вот делал. А я делал так вот раньше. И вот мы с ним когда начали нахотать вместе, мы потом проверяли, как быстрее получается. И вот так вот быстрее налога получилась. Ну, конечно, у меня физическая сила, но и женщинам это будет, конечно, тяжело. Ну и все, начинали. Все, ледрова готова. Берем шпатель. Ой, шпатель. Проверим шпачку сгибать. Остается вот эти вот кондюрик. Теперь остается самая подкидная. Ну так, надо смотреть, в какой раз он будет. Вот. По жидке, по куче. Сильно жидкий, он потом сползает. Подолго. И его нужно поднять только раз, когда вы уже протянете. Вот так вот подтягиваем. Вот так вот. Ну, по несколько раз подходить. Меньше, меньше расходится. Меньше, меньше расходится. Ну, в данном случае маленькая жидковата все-таки расход. Надо было чуть-чуть повыще тут делать. Поэтому придется подтягивать несколько раз, потому что вот они пузыри. и они будут убираться. Ну, в общем, еще два-три раза вот так вот протяну, а потом через где-то минут пять еще на раз протянуть. Потом еще где-то минут через пять еще вот так вот на раз. Ну, то есть вот стенка будет затягивать ее, ну, в смысле штукатурка будет затягивать потихоньку. И вот еще раза четыре-пять вот надо будет полностью потом протянуть. Ну, то есть вы когда вот все заштукатурите, вот так вот закидаете. Ну, сами видите, по времени мне это не долго задям вот это было. То есть, ну, сколько тут раза четыре дольше по времени закидать. Потом закидаете и вот так вот протянете полностью, чтобы уже ничего не оставалось, мы проверили. И потом где-то через пять минут вот оно так усадку дает, постепенно дает. И так раз подтянул, второй подтянул. Ну, на четвертый-пятый раз мы уже почти засохнем. А вот это практически не надо будет. Ну, там, сами увидите. Вот при таком способе накидывания и вытягивания можно добиться результата, когда вот вы правильно подставите и вот у вас вообще не будет здесь никакого зазора. То есть даже газета не проразит. Ну, как это? В длинных ремонтах. В общем-то, и всё. Заходите на наш сайт, на мой сайт jamboremont.ru через тигр по-английски. Там много полезной информации технической по ремонту квартиры. И там именно такая информация техническая и вот то, что вы вряд ли где-то найдёте, потому что я работаю в отделке и я так же сам писал этот сайт. То есть это, как бы, редко бывает. Вот эти вот строительные сайты пишут сами строители. Я даже не знаю, есть вообще там какой-нибудь моист там кто-то делал ещё. В основном уже это копирайтеры, они там один любой что-то написал общее. А вот таких технических, ну, мало кто знает. Ну, в принципе, всё. Надеюсь, как бы было всё понятно. До свидания.